Снова здравствуйте! Мы с вами продолжаем выживать в игре с Волонтарк на основном с Тинтеллоптер. Итак, в общем, в прошлой серии я очень дико зафейлил и не взял с собой ножовку, как показалось. На самом деле я не взял ее две серии назад, только в прошлой я это обнаружил. И, судя по тому, что мне написали в комментариях, Александр Иванов написал, что на Волчьей Горе ножовки просто нет. А раз ее тут нет, значит, надо возвращаться. В любом случае. Я оставил весь это все топливо. Ну, немножко оставил себе, конечно, но большую часть оставил, в том числе уголь. Еще Александр Иванов наставит на том, чтобы собрать как можно больше угля. Я взял 12 этих кусков. И, похоже, ну, возможно, да, возможно, это мало. Я в этом не уверен, но все-таки. В общем, что я решил. Мы не будем возвращаться на Г. Вместо этого мы пойдем в другое место за ножовкой. Посмотрел одну из прошлых серий, там, где я делал себе нож и топор. Оказывается, ну, то есть, не оказывается, я мог это вспомнить, что, в общем, ножовка есть на этой, как ее, китобойной станции же. Не знаю, насколько она там прочная. Думаю, что не меньше 50% там и бывает таких прям плохих вещей. Плохая ножовка могла бы быть в этом домике. 20-30% на китобойной станции обычно она 50-70%. Не думаю, что это изменили. Так или иначе, есть все-таки еще возможность, что я найду по пути где-нибудь инструмент. Металлолом найти просто, а инструмент мне тоже пригодится. Тем более можно ножовкой будет потом что-нибудь распилить и починить ее. По-моему, по пути был инструмент. Суть в том, что я еще должен, надо бы пройти, в общем, через одно место, через пещеру, шахту, шахту на, в общем, зоне запустения. Я в ней не был. Там, может быть, огниво, еще спички, ну и уголь, разумеется. Ну, по расстоянию примерно одинаково. То есть, то, что я сейчас пойду обратно на шоссе, там немножко пройду просто налево и спущусь, и, в общем, попаду в зону запустения, что я пройду через ГЭС обратно наверх, и потом пойду назад. Ну, типа, может, чуть-чуть дальше будет, с другой стороны, будет возможность найти еще больше полезных вещей. Хотя, куда уж не... Ну, ладно, я думаю, что это неплохая идея. Может, на полдня дольше это будет, с учетом всего, всех ситуаций. Да сейчас мы спустимся в бункере, поспим часок, потом попробуем спуститься, наверное, по канатам снова. В том домике тоже можно поспать часок и согреться. А потом прямиком опять по холоду идти обратно в шахту. Тратить топливо. Ну, я тот новый фанель, который я нашел, в общем, сломал, потому что весит он дофига. Топлива у него было достаточно много, было 0,4. И теперь у меня есть еще целый литр канистры, и надо бы заправить фонарь, как время будет. И этот долбанный переход. Как же меня вот раздражает это. Почему тут так далеко эти переходы? К тому же мне еще 60%. Пока не будет пятого уровня навыка, нельзя будет испорченную еду. Больше, конечно, не буду это делать. Так вот мясо надо съесть побыстрее. Думаю, перед сном как раз, чтобы установить здоровье. Сейчас я спать полностью ведь не буду. Если сейчас буду спать полностью, то будет все еще ночь. Всего час. А уже в том втором домике можно будет поспать по полной программе. Плюс можно поохотиться на волка, но, блин, здоровья не так много для подобного занятия. Приманка у меня типа есть, но типа и нет. Можно попробовать использовать кишки, проверить, как это работает. Но вроде как мне тоже писали, что если перед волком положить кишки, он их возьмет и убежит. Этот вариант не очень хороший, но если он будет так же медленно подходить, я, в общем, воспользуюсь этим моментом, чтобы засадить ему стрелу, то может быть это будет еще как-то неплохо. Главное кишечник паразитов не подцепить. Вот это самое плохое, что может быть. Так. Уже 55%. Блин, быстро же здоровье уходит. Сейчас спим, я даже восстановлю 1%. Может быть и ветер. Уже нет. Так. Вода меня накружает. Даже несмотря на то, что выбросил весь уголь довольно много дров, мне все равно все накружает. Вот 13. Так. А будешь ты видеть деревья? Не волнуйся. Может, конечно, можно и забежать в этот какой-нибудь фундамент. Ну, один-единственный тот фундамент. Просто на пару секунд. Если согреться, даже не спать. Вот если я буду так спать каждый раз, то время пройдет слишком быстро. напишите, они как бы не сходятся в качестве приманки. Будут... А, да, они ведь нужны еще сырые, точно. А у меня-то все просушенные. Аккуратно надо быть с волком. Можно, конечно, рискнуть и попробовать все-таки просто пальнуть в него. О, деревья. Береза, да? Я в процессах не увидел. Странно даже. Медленно. Эта береза, ее много. Не знаю, зачем я все время собираюсь с собой эту березу. Мне она уже как бы особо не нужна. Лишней, конечно, не будет, но, блин. По сути, я таскаю с собой лишний груз. Выложу его, наверное, все-таки в каком-нибудь домике, через который в любом случае пойду потом. Ее прям слишком много. Не понимаю. Клены и так уже достаточно. Три лука это хватит надолго. А вот трел 15 не бы хватило, а я все нахожу новые и новые. Больше и больше. И эти домики сейчас опять здоровье начну терять. Неприятно все время терять здоровье. и вот тут. Вот они, да. как же постоянно замерзать, это вообще неприятно это по всем. Постоянно. здесь даже погода нормальная. Все равно. Здесь волчара ферти нет. Он мне помешает. Снутри нас снова все сражаться с волком. не, надо постараться его как-то лучше убежать. не тот домик, это домик с крыльцом, а мне нужен второй. Уже минус 20. Ветер надетел температура резко ухудшилась. Ветер надетел основная проблема. Пока я тут баражу, температура становится еще хуже. И то, чтобы она была достаточно плохой, она становится хуже и хуже с каждым днем. можно будет все выбросить на 4 дня. Хорошо. Голодой не весят полторы килограмма в соне. Нифига себе, как я пропустил контейнер вообще. Я же сюда заглядывал. Интересно, твой контейнер за гущёнку пропустил. Снимаю сразу, когда буду восстанавливать здоровье. Так, все-таки поспать сейчас, чтобы я слишком сильно замерз. Не вычисать не мало времени. Так, все, отлично, погнали. Спускаемся вниз. Потом, после того, как я просплю ночь, будет целый долгий день очень реального путешествия, в котором можно и пару раз на кого-нибудь нарваться неприятного. а что вся полка нет вообще? Дрюго, можно смотреть все и париться. Опа, инструмент. Я его, пожалуй, возьму, да. и все-таки наживка будет покоцанной и плохой не будет инструмент, чтобы его починить. колонны эти будет несложно. А вот постамент. Ну, в принципе, вроде как в том месте, в той пещере, в которой я не был, в шахте, шахте, можно найти огнило. Кстати, вот интересные детали я заметил. У нас здесь рука, да, и вот сейчас она держит фаер. И вон там какая-то красная типа куртка. У нас же волчья шуба и она нифига не красная. И при этом какая бы она нас одежда ни была, там все равно будет красная вот это вот что-то похожее на куртку. Это немножко неправильно. Конечно, понимаю, что хотя бы есть какая-то текстура руки и в общем как-то это неплохо выглядит, то, что все время тут одно и то же, а у нас может быть разные одежды немножко некрасиво выглядит. У меня как-то не сходится в общем. Просто наблюдение, мне-то все равно. Мне было нормально даже когда не было этих рук. Но к сих пор нет. нет. оставляет неведомое нечто с руками. Так, где-нибудь осталось пошло. Перетомление же. Ну, в смысле передомление особо никак не повлияет на вкус. Он, конечно, и так уже замедлен до предела. Главное, полоска у нас не было на нуле. Иначе я буду падать. Даже сейчас эта полоска даже по идее можно с такой полоской с полным переутомлением подняться куда-то. В принципе можно. Теперь наберем грибов. сейчас очень много этих чаев грибов. И они уже тоже достаточно много весит. подумать, надо их пить периодически. Даже если это не нужно. Перем начинается что-то жесткое. Не стоит его тратить только временем пор. Не знаю. Так. Средом все пошло переохлаждение, переутомление, еще и полок. Еще сейчас жажда опуститься. Но не опуститься, если опустились в голову вообще. Максимальная потеря здоровья. Каким образом здоровье ты не восстановишь? Я попытаюсь, но в принципе сколько восстановит процентов 30, да. Ну ладно, неплохо. Так. Можно сгущенку? Здесь сначала все мясо мясо портится намного быстрее, чем сгущенка. Расположимся в 12 часов, просыпаемся здоровыми, процентов на 70-80. Готовыми к очередным приключениям. Очередная буря прошла. Часто не проходит. 7-6 процентов неплохо. Не самый лучший конечно вариант. Вот так для ровного счета. Чтоб не сразу от голода. Так. Здесь норрится не слишком холодно. Пожалуйста, пусть не минус 30. минус 25. Так. Блин, прямо в 21-ом, тепло уже начало идти как... А при плюс 17-ом и, в общем, намного медленнее восстанавливается. Я всего пару сидел, а тут мне пришлось целых пять ждать. Хотя разница небольшая. Но я пойду все равно. Что сделать? Еще тут туман небольшой. Сидите ждать как бы не в моих интересах. Персонаж будет очень очень недоволен. Вот что будет умирать от голода. Девчонку я потрачу только в нужную внимание. А тем более еще жажды восстанавливаю чуть-чуть. Так что вести ее сразу не стоит. Эх, блин. Обидно, что я ножовку все-таки забыл. С одной стороны есть теперь смысл вернуться на локацию и осмотреть шахту. Другой идти так далеко, а потом возвращаться назад все-то определенно нехорошо и расстраивает. Наверное, не поможет. Если делать костер, то делать его большим надо обязательно не устанавливать тепло полностью. Ну, или выпить много-много чая и восстановить его тоже полностью, только это будет тупо. Пока я буду готовить чай, костер, потом буду строить немножко тепла. Неплохая идея. Так, ферма. Ферма это хорошо, но она все еще достаточно далеко от перехода. Да и сама основная ферма тоже достаточно далеко, она где-то вон там. Не вижу, тумана. О, можно заскочить быстренько туда. Там, конечно, будет все еще холодно, может там что есть, не помню, заходил ли я в этот трактор или нет. Это вырочник, через нее идти, там медведь бродит. Может не в туман, но бродит. Впереду на самом деле бесполезно, то есть если бы она повышала там шанс, как труд, то это было бы еще нормально. Так, зачем нам нужна кара, когда у нас есть еще куча способов получения труда других. Не понимаю. Это написано, что она легко горит, она должна повышать собственно шанс. Это было бы хотя бы логично. Так, труд абсолютно одинаковый. Ничего не дает. Ох, опять мы коцаемся, умираем медленно, верно. По-любому кажется, на кого-то поохотиться еще разок. чтобы на кого-то охотиться, быть уверенным или удачливым. Так, что это там? Ага, вот и сама ферма. Надо на мост, наверное. Мосту, по крайней мере, я пойду вернуться туда, к сельскому распутью. Шпуры вряд ли еще просохли. Там ничего, конечно, не прибавилось, а по крайней мере, это будет ориентир. Там от него недалеко. Можно будет согреться чуть-чуть. Можно, конечно, дойти в амбар согреться. Не хочу. Мамбаре тоже пустый, плюс еще холод. Здоровье не восстановлю особо. В принципе, я по Волчьей горе пока буду уйти. Очень сильно буду ходить свои часто. По крайней мере, я был готов к этому возвращению. Не пройдет хоть кто-нибудь. Олень какой-нибудь, которого можно выгнать на волка. Или просто волк, которого можно попытаться застрелить. то, чтобы я, конечно, был уверен в том, что я попаду в волка. В принципе, когда он бежит на тебя по прямой, попасть по нему довольно легко. Я, тот волк, на самом деле, очень повезлостен. Потому что он был, походу, силый. В нем было всего 3 кг мяса, значит, он был уже слаб. И от одной стрелы омер. Так, ну, вот и волк. Стоит ли попытаться на него поохотиться? Пальнуть его из лука? Велика я точно в него не попаду. Я замерзаю, но 60% он мне точно не отнимет, а там если что, главное, чтобы он не выскочил на меня, а был более-менее... Так, ну, где-то там. У меня этот холмик сейчас выйдет и просто... Вот он. Здравствуй. Это риск очень серьезный, но что сделать? Надо листовать. попал на... Давай-давай-давай-давай-давай. Как вверху порвал чуть-чуть, плохо. Попал, конечно, но... Так, сливай звук умелый. Теперь надо ждать, пока он помрет. Надеется. Можно сделать сразу костер. Куда он бежал? И следы-то его кровавые. Что-то я не понял. А вот он где. коцаюсь очень сильно. То, что надежда порвала, это неприятно. На что я надеялся. Блин, если у меня так мало еды, довольно опасно. Так, а вот и он. Он бежит ко мне. Хочешь еще раз? Я на этот раз стрела его убьет. Он реально бежит ко мне. А нет. Блин, я даже не знаю. Я боюсь по нему снять то, что точно промажу. Тухка, замедливается что-то. Ну да, промазал. Да что такое, я же прямо в него стреляю. С третьего раза попал по столь медленно движущей себе мишени. Станавок повышаю таким образом. Если что, стрел можно делать много. Так, сейчас надо сделать большой костер и быстро. Солнце есть? Солнце есть, отлично. Крыбаные палки. У меня еще труд с собой зачем-то. Давай. Мне нужен быстрый костер. большой. 44% я коциус. Это был вообще-то риск большой. что споделать. Блин. Ничего не поделаешь. теперь попасть по волку даже в голову можно при таком раскладе. быстрее. Давай быстрее. Очень много палок. Так. Должно быть тепло. Отлично. много градусов. Очень тепло. сейчас даже очень холодно. Сразу выпью чай. Раз уж приготовил у меня его так много. белом. И добавлю сейчас еще немножко. А то буду коцаться с холодом. как начнем с кишок потому что они будут все собираться. Делаю килограмм мяса. Блин. волков по полкилограмма разбирать это плохая идея. Так как кишечных паразитов любой кусок мяса добавляет одинаковое количество. даже если маленький кусочек есть все равно он там добавит шанс. Лучше есть все-таки большие куски. А маленький только если ничего больше нет. Так что там по блин потинки надо чинить. Ой как я топорол то все. Такая боль сейчас. Просто конечно я смогу починить на плее. Надо еще на целую шкуру. У меня оленей в шкуре не хватает. Не хватает. У меня же там есть еще она на просушке. Еще проблема то, что может так получиться, что я запарю починку. Это будет очень обидно. все надо чинить. надо чинить. Короче зря я это сделал. Не знаю. Прокачал зато наук цели бы кстати надо посмотреть что он там дает. 8% мало конечно здоровья на что поделать. Если что можно будет потратить еще денек и восстановить здоровье полностью. Хотя процентов до 8%. Больше так не делать. Все число кого не всегда конечно опасно но можно было просто этой встречи сбежать. Что там есть шипом шипом никому нет. Так что там дает второй уровень боевого точности. Что значит точностью меньше на 25. Может увеличена 25. Как понять точность уменьшена. Хрень какая. Все таки увеличена. потому что еще бы навыки не уменьшали точность. Так можно что там по воде литра давай еще натопить пока костер есть. Опа на ветер ветер или просто включаем. двадцать берем колызышку и идем. Ох минус 28 шутки такие да? Конечно это не шутки. Так идем вон туда домики на той стороне моста вставлял все все свои вещи для починки. Черт вот как надеяться на 85%? Не знаю даже что сделать с этим всем. Не хочется терять целую шкуру и целой кишки. Одна часть перчаток. Можно конечно все-таки вернуться туда, но я уже хотел и хочу все-таки сходить за ножовкой на станцию, а не обратно на ГЭС. ГЭС уже надоело ходить туда все время. Я конечно вернусь потом, жить 200 дней, 300 дней, 400 дней. Конечно не будет так долго. Если в 200 дней как-нибудь дотянули до 100 хотя бы. Я до 100 уже скорее всего дотяну. Тоже особо ничего такого опасного не дня. температура температура не опустится до минус 70 до минус 80 градусов, еще можно будет как-то вызывать вызывать. Все стоит 200 дней. А если все-таки опуститься так сильно, там непонятно, что вообще можно с этим делать. ладно, что выложим морсь. Три куска один кусок съедим, попробуем поспать. Все еще не совсем просохло. Боже близко, но я попробую починить перчатки. Автосюм испортит. Ах, какой же ты мудак. Какой же ты мудак, лошара. Мало того, что слома 13% набора, так еще и мудак. Ну, пока как-то надо чинить, что же делать. До третьего уровня навык не прокачаю, даже если будет все остальное. надо надо было просто портить. Такие важные вещи. И они теперь приносят так мало пользы. Почти в два раза меньше пользы. Попытаться. Ну, а что делать? Либо да, либо нет. как сейчас это было прям я прям вжался в стул попытки чинить дребаные сапоги с таким маленьким шансом. 85% это не маленький шанс, блин. опять буду спать, опять будет кстати. Хотя я все равно не проплю 12 часов. что поделать, дороги уже очень мало. Еще нападение волка может окончиться смертью. Так что просто клаустрофобия когда он меня уже отпустит? Че так не проверю всегда клаустрофобия. Че я хотел подождать. Да голод пошел. Здесь больше волчатин нельзя. В кромате подождать так тепла больше. это мне особо не поможет. Ох. Ох. Так очень скоро понятно что не просох. Скоро просохнет может на обратном пути смогу починить и остальные вещи. Черт надо короче охотиться на оленя и бродить за оленем. некоторое время пока он не умрет. Или пытаться как-то отогнать волка ну блин. Попасть в голову все-то сложновато. более они любят менять траекторию. что за золот вот ягель 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 тут бывают бродят волки и это очень плохо может закончиться даже медведи может быть не припомна но это тогда было в другом испытании добычи волки тут кровь кровь всегда так мигер надо найти переход но несложно найти но блин все-таки можно заблудить нужно быть аккуратнее будет как мы совсем недалеко прям совсем они прям тут ладно продолжают бегать теряем драгоценные градусы так у меня два шанса починить волчевшуба меня больше всего волнует какого хрена ты тут ну делай ничего плохого 14% вы издеваетесь откуда ты вообще взялся мудак ты что совсем охренел я тебя даже не видел он меня убить может так где переход сраны на локацию я не хочу тратить шприц костер я не успею развести меня просто будет коцать черт сейчас сейчас у меня все сейчас это было так неожиданно я как бы вроде как даже начал использовать страны сейчас будут слышь слышь ты дик умоли ты что еще жив то стрела сломалась черт ставлю вот тут что поделать там 2% было стрелы вот он подъем я дойду до туда да я думаю что дойду не придется использовать крис но блин мне надо срочно восстанавливать здоровье каким-то образом ой сейчас будут к лилке поднимается мужик да не надо мне трагичные музыки я сейчас зайду в шахту и все будет хорошо ох как же это хреново то все я подним и буду восстанавливать здоровье так или иначе буду поддерживать себя в живом состоянии странная шахта она же прям тут можно было попасть с другой стороны но никогда в другой страны я не выходил с этой черт возьми чего она так далеко то у нее здоровье тратится очень быстро сейчас на 5% зайду в нее давай отдыхай быстрее что-то у меня управление уже не очень правильное все заходи внутрь все хорошо ты больше не умираешь от холода сейчас не больше умирать больше от холода умираем еще мясо не взял все как так можно даже должен был взять сразу умираем делать тебе надо быть мега аккуратным иначе иначе я умру сейчас конечно основе здоровья какие нафиг кишечные паразиты вы что издеваетесь совсем долбанутый до 20 доз кто-то мне говорил не пренебрегай волчьим мясом 20 доз как же все пошло по жопе прям так быстро мгновенно я еще мясо забыл еще инструмент валяется вернуться за мясом а что почему бы и нет напороться еще раз на бойлка ладно буду камышом питаться пока не восстановлю здоровье хотя бы на 50% еще буду чай пить безбожно и угол используют тоже безбожно потому что много ножовка блять вот пошли вышел повернусь назад не пойду я туда ты же ножов ты блин я ее видел я ее не взял потом я только вспомнил что у меня оказывается нет ножов нет погодите это было в следующей серии я не вспомнил что ножовка здесь была как бы я мог вернуться сразу сколько косяков и сколько херни пешечных праздник 20 дней у меня будет блин я не знаю что будет вообще каждый день будет здоровье все меньше за день по 2% примерно максимального здоровья снимать 20 дней значит будет максимум 60% у меня заправим фонарь на улице что там какая-то херня 80% ножовка хотя бы не надо нафиг это скребаный инструмент угляду набросал буду теперь жрать волчье мясо безбожно сейчас надо найти еще того волка 6-5 часов хорошо 4 часа разберу его на все мясо которое у меня там есть короче сейчас сразу как только увижу волка другого фаера и с помощью фаера развожу огонь без него вижу сразу другим способом так не пойду я такими кривыми путями упаду разок и разобьюсь надмир с таким количеством здоровья минус 21 отлично нафиг ищем волка он там недалеко должен погибнуть далеко бы он не ушел чтобы не было больше других волков а бежим по склону тот же вариант по сути отбегу по склону я урон не получу только сломаю по здоровью это не ударит алеша лень странно хочешь погибнуть найдем волка пойдем по волку он меня добьет самое то ладно ладно где это сукин сэн стоп полчаса именно где ты тут помер давай мне нужно твое мясо сейчас буду короче восстанавливать здоровье спать я теперь смогу сколько угодно единственный плюс кишечных паразитов то что спать можно сколько вообще хочешь где ты помер там удак вот пещера зашибись я даже не видел заглянем в нее чтобы от холода не умирать пока волка тут рядом нет он должен валяться где-то здесь где-то 16% ладно встреча с волком меня убьет но в принципе не тратить я по крайней мере сам умирать не буду портил шмотки потом еще чуть не помер и теперь хрен знает что сделать со всем этим раздвинем еще без я поступаю тупо и ем камыш хотя в этом как бы нет особой необходимости кроме того что я на грани смерти поточим нож поточим нож еще раз поточим все по 5% это максимум по 6% тоже точить нельзя так эти два часа нужно найти труп волка разобрать его то есть за два часа этого не сделаю по ночи его с его шкурой и всем таким сдох вообще кто-то там шел сейчас бац он жив вот он так как же мне тебя разбирать так так как-нибудь не знаю прям тебе под жопу поставлю чтобы тебе было тепло так у меня вообще-то дерева мало у меня дерева вообще нет скажи мне тебя ладно что ж надо запомнить это место вернусь сюда чуть позже в общем около пещеры в принципе надо набрать дерево да вот он дом недалеко наберу дерево день пройдет главное чтобы бури не было если будет буря это все это крах у меня даже мяса не будет так теперь можно есть вообще ни на что ничего не боюсь как раз как раз почти 12 часов в принципе он должен проспать 12 часов потому что просыпаться до конца он не будет можно будет потом еще поспать часик уже 40% ладно все здоровье нормально восстанавливается но я это вроде как знал мысли у меня столько устали а как же этот дебаф или я тебе должен еще побегать чутка чтобы настолько устать чтобы можно принять еще дозу 12 мне еще нужно достаточно много чашек этого настоя настоя чая рэши надо было вместо того чтобы спать конечно снать на 1% надо было разбирать что тут у меня осталось не стол здесь ничего я не разбирал 2 часа куча калорий но и пофиг сейчас захаваем еще волчатины я я быстро съем так что смысл ее хранить как то нет буря вроде не было бури не было волку насрать труп волка он должен там все еще валясь вам не окутся на живого волка уже все плохое сейчас все херово вы конечно уже не такое плохое я в принципе даже могу пережить еще одно атаку больше не будут допускать волки уже пить их звука не умирают одежда подсвет еще и здоровье вставляет на донышке мороз еще больше бесит никак не может успокоиться дайте мне хоть пару дней тепла плюс 5 я вообще не парился монет каждый день все хуже и хуже и хуже ситуацию сгубляется и другими путями солнце есть что-то хорошее то использую из того чтобы выкладывать так пофиг есть он немного сожгу вас таким образом ох скорил бы он вообще поставить так костер и носок он сожаривает сразу все мясо приготовленное не надо ничего собирать просто берешь и ешь я заберу твои кишки и шкуру что ты не рад я рад сдох кровотечение я не понял я круче тебя почему-то сразу выпить 20 доз а нужно ждать каждый день песен тоже еще воды надо накопить за ровного счета что помню в сумме была двадцатка и вроде как мясо так быстрее приготовиться вода на то что тоже тени на мясо это никак не влияет как готовилось 20 минут меньше для кулинарии по сути уже 10 примерно рыба вдвое быстрее так она и продолжает не буду никогда больше возвращаться туда и там конечно валяется огниво возможно может его там и не будет мы туда больше не вернусь разве что может когда-нибудь до конца все спички и все такое я побегу и обратно на эту локацию ради мистического огниво и возможно спичек найду их там или нет это другой вопрос ага сейчас еще задуй мне костер облюдачный ветер тебе этого не прощу самая природа самая похода так тысяч ты хочешь и конечно день ты че не прошел а вот не ты сам на голове в 4 года пошла буря ну да ну да это он еще не хватало а не будет можно будет конечно поспать два дня вот таким образом по 12 часов потому что я смогу спать 12 часов без проблем восстановить короче здоровье до 100 процентов по сути сутки проспать таким образом конечно не буду этим заниматься теперь у меня тут целых три шкуры волка да всего одна шкура оленя черт ладно все наладится все хорошо в принципе да унывать то не стоит еда есть вода есть даже шкуры навык второго уровня все высохло собираю все она привезли составлять я брал всего блин надо было брать две шкуры кролика или три даже вот сейчас если ты накосячишь если ты накосячишь я давай делай делай это ты должен бля как же хорошо что он что он хочет когда-то делать все правильно так ну что ж поделать шкура просохнет скоро я думаю что я даже смогу с помощью нее что-нибудь починить ох сейчас поспим вас с нами здоровье и придется серию заканчивать ну потом мы нашли ножовку да основная эта цель выполнена ножовка есть потому что все остальное ужасно ну может не так ужасно но мне по крайней мере такой исход нифига не нравится очень мясо чтобы вот теперь он можно есть конечно сколько угодно только блин кем не взять еще восемь доз восемь доз любого этого чая у меня конечно есть еще антибиотик посмотрим шесть девять это не так считаю десять до одиннадцать даже блин короче одиннадцать плюс шесть это мне надо три тринадцать да минус 18 еще четыре дозы где-то найти плюс я не особо-то хотел тратить эту хрень а сейчас я уже могу спать спокойно спать в любой момент дня и ночи это единственное хорошее с другой стороны здоровья до максимума не смогу только уже до 97 процента так еще не просохла серьезно целых полдня тут торчу пофиг поспим еще восстановить здоровье по максимуму и короче с этим максимальным здоровьем отправимся покорять волчью гору где этих волков еще больше и косяки будут фатальными ага ну это будет ночь давай-ка лучше блин там не сто два процента не сто два процента это я вскоре не важно это не так много то есть если идти даже не знаю 5 часов попробуем поспать и давай что ты не спишь спим вот так все теперь выжить и добраться до вершины 82 процента просохло ой блин еще четыре сейчас пофиг придется спать здесь еще целый день не хочу дождаться и починить шубу если он ее зафилит то я конечно уже не буду ждать и буду идти в покосанной шубе перчатки конечно не удастся починить ну пофиг они самые они конечно крутые что все перестало работать нажиматься быстро короче спит 12 часов вот насрать калории есть у нас еще есть хотя он мне еще понадобится чтобы подняться собственно на вершину ты можешь? не можешь продолжаем лечиться 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 мать его ну пофиг вот блин я предсказывал что будет 20 дней поэтому я боялся эту хрень еще больше то чтобы она прям так сильно вредила ну блин уменьшение максимального здоровья уменьшение максимального максимального запаса силы чёрт так или иначе это довольно неприятно оставлю тут нафиг мне танкишки ну чё я там не буду очень бедно все по килограммам мяса осталось быстро же я его съел пытаясь держать себя в форме давай не сми фейлить мудила молодец да вы издеваетесь какая нафиг буря я только только что все сделал и тут опять буря а да не важно закончим на этом дождемся потом как буря закончится и отправимся в долгое приключение чё там там 6 килограмм перевес или прочая хрень шишечный паразит как устро помню меня почему-то не донимает хотя должна полома ножовкой все шипис сказал бы я если бы не в принципе да все уже неплохо все то что было очень ужасно я чуть не помер это все в прошлом мы отправимся на волчью гору в следующей серии снова и всем спасибо всем удачи и до следующего раза в следующий раз уже не вдохну эту игру наверное верно ах